Участник Олимпийских игр, шестикратный чемпион СССР, заслуженный тренер и житель блокадного Ленинграда. Роман Захаров в свои 86 продолжает тренировки в грибном спорте и готовится к новым стартам. Говорит, что секрет долголетия заключается в любви к работе. Подробнее расскажет Николай Растворцев. В свои 86 Роман Захаров приходит в спортивный зал три раза в неделю. Тренировки длятся час-полтора. Шестикратный чемпион СССР в грибном спорте ровно 70 лет. Получаю удовольствие. А потом, ну, чего делать? На работу не возьмут. Молодой слишком. А сидеть дома и загнешься быстро. Когда началась война, ему было 12. Одна из первых бомбежек Ленинграда 6 сентября навсегда осталась в памяти. Сидели на крыше. И со стороны засады, на Зверицкой я жила, вот, и три самолета над крышами. Ну, да, эти старые дома там, проем, чердак большой, зерная волна, мы туда летели. И вот в ту бомбежку слона убили. Весной 42-го Романа Захарова вместе с другими шестиклассниками мобилизовали на сельхоз работы. В совхозе Ручья они пропалывали и собирали овощи. Первое, что, значит, мы убирали, это летом, в июне было, клубнику. Разрешили есть, сколько улезет. Намного не съешь. О непростом труде в военные годы напоминает медаль за оборону Ленинграда. Пломбир, как главная сладость. В честь полного снятия блокады еще одно яркое воспоминание Романа Захарова. Говорит, зимой 43-го, 44-го закаленные ленинградцы лакомились мороженым, несмотря на мороз. Подъедет так туловище, туловище, вот, и здесь чуть быстрее. Сейчас Роман Павлович не только поддерживает себя в отличной форме, но и серьезно готовится к стартам. В двойке уже несколько лет выступает с Галиной Вечерковской, пятикратная чемпионка Европы. Восхищается своим партнером. Очень тактичный, работоспособный и такой же, как нужно спортсмену, то есть не щадящий себя. Он такой же фанатизм у него, как у меня. Ну какие люди, если я в 84 вернулась и села. То есть, ну ясно, да? Перейдя в разряд ветеранов, он уже привез шесть золотых медалей с чемпионатов мира. И это при том, что его дуэт с Вечерковской самый возрастной. Он сидит за мной, он видит, слышит и то, что куда идти, где подкинуть, где сбросить. Это все я чувствую по грибку и он подсказывает. То есть у нас полный слад. Он на три года моложе меня, поэтому он меня тоже слушает. Его секрет долголетия прост. Говорит, надо относиться с любовью к окружающему миру и людям. И получать удовольствие. Прежде всего, от работы. Организм должен все время работать. Он должен получать массу положительной энергии. Отсюда будешь улыбаться больше и будешь радоваться, что живешь. И дай бог, чтобы это было у каждого. Николай Растворцев, Людмила Гущина, Михаил Кацман, Владимир Алексеев, Александр Семенов. Телеканал Санкт-Петербург.